Много раз я читал, начиная с 15-го года, пока я живу в Украине, я много раз читал про зеленый клин. Особенно, ну то есть про украинцев, которые где-то там якобы компактно живут на Луне. Ну в смысле в Рейхе, в русском. На Тереинкогнито, которую многие люди тут не понимают или уже не понимают в нынешнем виде. Давно уже были там, но какие-то вот фантомные мысли о том, что существуют какие-то украинцы, которые просто живут в России, а так они украинцы. И зеленый клин это Дальний Восток, где действительно много украинцев, за Урала много, туда ехали работать, зарабатывать, оставались там и так далее. Дальний Восток, там не знаю, Хабаровск и так далее, Забайкалье. Много и в Тюменской области, я лично видел и общался с людьми, которые с последнего съезда комсомола, значит поехали туда в 80-й какой-то там, в 70-й год, значит газопровод строить. Да, они украинцы и даже украинские песни пели. Но сейчас я уверен на 150%, что никакие украинские песни они не поют, а занимаются они чем-то другим все. И вот я когда слушал много раз в своей жизни про Зеленый клин, про украинцев Кубани, украинская Кубань, там наши люди живут, там или где-то еще, Белгород украинский и так далее. Вот там тоже, там действительно говорят сружеком многие, да. Но это совсем не значит, что там живут украинцы, в нашем современном смысле этого слова. Там живут люди с украинскими фамилиями и иногда даже именами. Но украинцами назвать их у меня язык не повернется. Может быть потому, что я с этими сталкивался. И вот в отличие от фантастов, которые рассказывали на ток-шоу про Зеленый клин, про то, что вот в Хабаровске сейчас восстание будет, Зеленый клин, вставай за Украину, там против Путина и так далее. Потом это все захлебывалось, затыкалось, они начинали молчать про татуи флаги прямо этого Зеленого клинка какого-то вывешивали. Что там есть украинская такая наша, в хорошем смысле слова, пятая колонна, которая любит Украину, но вот оказались в России, есть единицы людей. Но, во-первых, большинство из них уже вернулось. А есть кто там живет, но это реально единицы. Просто на всю эту огромную рейхс-канцелярию, да. А что касается реальности украинской Кубани, украинской Белгородчины, украинской вот этой Зеленого клина Дальнего Востока, то я вам просто, знаете, сегодня я зашел на мой любимый телеграм-канал «Не жди меня из Украины», значит, и там просто подряд, вот тут прям подряд я просто смотрел украинские фамилии, и они все оказались как раз почти с Зеленого клина или с Кубани. И вот я вам просто приведу их, давайте вместе посмотрим на этих прекрасных антилюдей, на этих, ну, прекрасных, естественно, в кавычках. Вот, пожалуйста, прям начнем с конца. Фарботка Сергей Леонидович, пожалуйста, любуйтесь. Село Среднебелое, Амурская область, Зеленый клин, встречайте. Дальше, Сидоренко, ну, естественно, сейчас он уже Сидоренко, Алексей Алексеевич, Станица Маринская, Ставропольский край, пожалуйста. Это вот прям недавно вот убитые в Украине нашими защитниками, да? Дальше, продолжаем, по Зеленому клину сейчас пройдемся широкой-широкой-широкой походкой. Младший сержант Федосеенко, Приморский край. Дальше, Сорока, Олег Миколаевич, я автоматически читаю по-украински дальше. Нет, конечно, Сорока, Олег Николаевич, Приморский край, тоже, так сказать, в пакете. Дальше, Романчук, Денис Ломович, Романчук, Денис Александрович, Приморский край, знаете вам, Зеленого клина. Дальше, Бутенко, Геннадий Павлович, Приморский край. Дальше, Литвинчук, Владимир, Уссурийск, Приморский край, все из Зеленого клина, все оттуда. Дальше, Хвостенко, Юрий, Юрий Хвостенко, пожалуйста, Уссурийск, Приморский край. Дальше, Савенко, Николай, Уссурийск, Приморский край. Да, это Зеленый Клин, вот тот легендарный, про который вам все рассказывали, политологи, эксперты всякие. Дальше, Шевченко, Иван, Некрасовка, Хабаровский край, Зеленый Клин, встречайте. Дальше, Вестоненко, Максим, Максим. Поселок Агбулак, Оренбургская область. Не совсем Зеленый Клин, но тоже. Дальше, Гоженко, Дмитрий, Уссурийск, Приморский край. Видите, вот вам Зеленый Клин. Ткаченко, Михаил Александрович, Белгородская область. Написано Ткаченко, может он так фамилию извратил, не знаю. Понятно же, да? Ткач, Александр Яковлевич, Магадан. Пожалуйста, тот совсем Зеленый Клин такой. Дальше. Дмитрий Янко, Алексей Алексеевич, Майкоп, Республика Адыгея. Но это, чтобы вы понимали, это уже другая часть этого украинского придуманного мира в Русском рейхе. Это Кубань, это украинская Кубань, вот как у нас любят говорить, да? Пожалуйста. Подполковник Лохмытько, Воронеж. Красавчик, правда убийца какой, да? Ну, вот он сам уже там, куда он хотел людей отправлять, украинца. Дальше. Ильченко Виталий, Ставропольский край. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, он. Тоже, наверное, потомок. Дальше. Кереченко Вячеслав. Вот уже и говорил я про, значит, Тюменскую область, Ханты-Мансийский округ. Пожалуйста, тоже в пакете. Дальше. Керечка Виталий, Новосибирск. Ну, не знаю, стоит их уже показывать или нет. Дальше. Павленко Роман, Нижневарцевск, тоже Хмау. Тоже понятно, что потомок кого. Или сам приехал. Макаренко Игорь, Краснодарский край. Вот казачество Кубанское. Савенко Артем, Саратовская область. Ну, уже не буду эти хари показывать. Коваленко, Коваленко, простите меня автоматически. Харченко, Ростов-на-Дону. Маевский Юрий Анатольевич, Станица Старощербиновская, Краснодарский край. О, какой террорист. Гляньте, жирный какой. Красавец. Ну, там уже, короче. Вот это просто подряд, просто украинские фамилии. Все четко совпадает. Это за Уралом. Значит, это Дальний Восток. И это Кубань, Ставрополь или же Белгород, Воронеж. Вот. Вопросы, являются ли они украинцами? Ответ, нет. И не являются они по разным, наверное, причинам, но не являются все. С точностью 99,999. Поэтому, когда вам будут рассказывать про зеленый клин, про то, что какие-то украинцы хотят потом, захотят вернуться в Украину и стать украинцами, они уже вернулись. Вот, это все вернулись, они все приехали в Украину. Если их ждали тут, ну вот дождались. Они приехали убивать украинцев, настоящих украинцев. Потому что страшнее Манкурта, омерзительный Манкурта, который мечтает перестать быть собой, перестать быть украинцами, стать кацапом, мясником и жить среди них, поволчьи выть. Прошу прощения, у волков. Это гордый зверь. Да? Судорубивый. Так вот, Манкурт, такой, как бы, как сказать, вот знаете, сам террорист русский, это одно, да, но такой природный, природный кацап такой, да, через Z, да, такой настоящий природный кацап. Он все-таки, даже он менее омерзителен, чем вот такие инкубаторские мясники, да, все из инкубатора хуже, чем природные, да, и вот эти инкубаторские, которых вывели там вот эту породу украинофобских украинцев, которые ненавидят страну своих предков, а может быть и свою страну, где они жили, мы и такие случаи знаем. Вот эта Манкуртизация, это главная фишка русского рейха и путинского стиля правления, понимаете, и он в этом преуспел. Только бог с ним и с ними со всеми, черт, точнее, с ними со всеми, но я скажу это только для одного. Когда я говорил, что никакого зеленого клина нет, никакой украинской Кубани нет, и никакой-то никаких украинцев Белгородчины не существует, мне говорили, ну да, ты же не украинец, если там не хочешь верить в светлые, не хочешь в людей верить и так далее, да я хочу верить в людей, но только в антилюдей верить не надо, а я их прекрасно видел, я был в этих регионах, и это вот такие круглые глаза у некоторых у нас становятся, когда я говорю, что самая большая поддержка оккупации Крыма была в Приморском крае, а конкретно в Владивостоке, где очень много украинского людей формального происхождения, но Манкурти перестает быть украинцем, становится антиукраинцем, гораздо худшим, чем, как я уже сказал, природный такой россиянин. Вот знаете это всегда, не верьте в эти сказки, нет там никого, нет там никого, они все по закону Баждабаева попали в бочку с рассолом и просолились, в разной степени, но просолились, а вот те, которые перечислил, они просолились до степени ада, поэтому не верьте в сказки никогда, ну, как бы, зачем он вам, вы же взрослые все люди, и надо рассчитывать на реальных людей, на реальных братьев, на там, кто может нам помогать и помогает, да, надо искать друзей среди друзей, а не искать друзей среди врагов, это странные занятия, такие всегда ударят, всегда ударят в спину.